Одна из тем встречи – адаптированные виды спорта. Республика богата талантливыми спортсменами. Они уже не раз прославляли наш регион далеко за его пределами. Но как им это дается? Трудности даже и в мелочах. Есть большая проблема, что нет в нашей республике, в городе Бакань, амбу-лифта в аэропорту. Поэтому транспортировка, поднять человека на борт с самолета – большая-большая проблема. Иногда смотришь на пандус и страшно становится самому спуститься или подняться по нему. Они просто для галочки. Даже если по пандусу подняться удалось, перед человеком новое испытание – узкий дверной проем, маленькая кабина лифта, высокие пороги, неприспособленные туалетные комнаты. И так по цепочке. Я живу в Черногорске. У нас вообще огромная проблема в городе. Дороги вообще. Я живу в частном секторе. Даже не могу, грубо говоря, до асфальта доехать. Конечно, с каждым годом инфраструктура для людей с ограниченными возможностями здоровья становится все лучше. Внимание этому уделяется все больше. Но многие условия по-прежнему подходят не всем. Организатором встречи выступил министр спорта республики. Сергей Качан настаивает, эти вещи необходимо решать в самое ближайшее время. И призывает вести речь не только о трудностях адаптивных видов спорта. Ведь в Хакасии больше 26 тысяч людей с ограниченными возможностями здоровья. Наше предложение все-таки посмотреть пошире по маломобильным группам. Не только спорт, культура, образование, транспорт, доступная среда, скверы, парки. Но для нас очень важно, чтобы люди с ограниченными возможностями чуть уютнее, чуть комфортнее жилось в республике. На совещании было больше 50 участников, спортсмены, тренеры, сотрудники ХГУ, депутаты, представители власти городов и районов, общественники. По итогам встречи планируется создать рабочую группу, куда и войдут все причастные, чтобы вместе от слов о доступной среде перейти к конкретным делам. Юлия Свинцова, Мария Мишнина, Александр Сердюк, РТС.